для приготовления шашлыков мы взяли свиной ошейк сейчас мы его разрежем на кусочки которые нам подходят для шашлыка кусочки не должны быть маленькими они должны быть грамм по пятьдесят чтобы шашлык наш быстро не высох вот так вот примерно нарезаем вот такие кусочки складываем все в нашу миску вот 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 теперь натрем 3 луковицы на терке мы натерли 3 луковицы вот такое количество лукового сока у нас получилось пока отставляем его в сторону займемся мясом мы посолим мясо не очень много если будет не соленая мы лучше до солим потом поперчим тоже немного много не нужно заглушать вкус мяса нам не надо добавим паприки для красоты и теперь мы выберем орегано или базилик я очень люблю орегано но мне все-таки кажется что в шашлыку больше подойдет базилик это в общем-то в умеренном количестве так что мы сейчас добавим немножко базилика базилик придаст нашему мясу усилить его аромат мясной базилик очень хорошо в супе тоже усиливает мясной бульон также он и в мясе работает теперь мы нальем чуть-чуть воды очень мало чтобы все ингредиенты немножечко смочились и впитались в мясо вот так немножечко воды чуть-чуть так чтоб не перелить буквально капельку и очень важный ингредиент в мариновании это масло масло добавим 50 грамм и теперь добавляем лук 3 луковицы потертые на терке теперь мы все это размешиваем масло луковый сок и все наши приправы что мы сделали мы не стали загружать мясо очень большим количеством приправ если положить много приправ мы можем заглушить весь вкус и аромат самого мяса единственное что я сюда еще хочу добавить это немного кисло-сладкого соуса придаст такую вкусную нотку я не буду говорить какой именно соус вы можете сами выбрать по своему усмотрению потому что все любят разные соусы в тот соус который вам больше всего нравится вы добавьте ваш шашлык теперь мы ставим шашлык мариновать кому когда надо можно на час можно на три можно и на ночь это кто как любит степень промаринования и прочее регулируйте сами и теперь мы убираем наше мясо в холодильник есть конечно еще много других способов маринования шашлыков я люблю ягодные соки разные с куста естественно не из коробки вот еще много всяких разных сочетаний очень приятно самое главное не забывать о том что не надо много специи они просто запутают ваши вкусовые рецепторы и вы не поймете что вы кушаете поэтому специи должно быть умеренно они для того и работают чтобы только чуть придать нотку они заглушить вообще все запахи и вкусы основного ингредиента это просто мой совет а вы делайте как вы любите как вам нравится мясо наше промариновалась сейчас мы займемся его приготовлением мясо нанизываем так чтобы она нигде не свисала потому что если она будет свисать у него будет подгорать все бака вот так удобнее всего будет жарить мясо но не все кусочки конечно будут такими некоторые кусочки будут попадаться и не очень удобными но вот придется как-то с ними справляться мы подготовили наши шашлыки сейчас самый ответственный момент это хорошо и правильно их пожарить шашлыки должны жариться на седых углях вот на таких такие вы сейчас видите и чтобы не горела а только давала жар проверяем готовность наших шашлыков готовьте шашлыки радуйте своих близких и друзей и будьте здоровы готовы 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 Продолжение следует...